4 тысячи евро для шанса на полноценную жизнь. Семье Гребениченко из Красноармейска нужны средства на продолжение экспериментального лечения 8-летней дочери. У Софии редкая болезнь. Немецкие врачи уже поставили девочку на ноги, но до полного выздоровления еще далеко. Давай поприседаем, как мы с тобой можем. Способность двигаться 8-летней Софии вернулась после экспериментального лечения. Девочка полгода провела в немецкой клинике Шарите. Лечение дочери для семьи Гребениченко стало возможным только благодаря пожертвованиям. О редкой болезни девочке сообщали все телеканалы, в том числе и Донбасс. Три последних года девочка не чувствовала ног. Болезнь увеличивает жировую ткань по всему телу ребенка. В Германии София начала принимать экспериментальный препарат, и ей стало лучше. Уже ничего не болит ночью, живот не болит, ни ноги, ничего. Сама встаю, уже танцевала на день рождения. В один прекрасный момент София просто сидела на диване, и она начала шевелить пальцами на ногах. Это просто была такая радость. Сейчас София принимает препарат постоянно, есть надежда на то, что опухоль рассосется изнутри. Больше всего мне нравится то, что я начала ходить потихоньку, выздоравливая. Я очень рада. Мне хочется уже гулять с друзьями, со своими. Потому что я была, даже плакала уже раз. Почему? Потому что все бегали, а мне было скучно. Но лекарство у семьи Гребенеченко осталось только до апреля. Весной им снова нужно лететь в Германию. И на это нужно 4000 евро. Сюда входит МРТ, сюда входит термин у доктора. И препарат нам надо снова купить на три месяца. Из Германии семья Гребенеченко вернулась в декабре. Кроме улучшения здоровья, в клинике Шарите подарили Софии инвалидную коляску. Первую в жизни девочки. В родном красноармейске инвалиду детства коляски не нашлось. Теперь София может дольше гулять на улице, так как маме уже не нужно носить дочь на руках. Семья Гребенеченко надеется на помощь земляков, чтобы продолжить лечение дочери. Расчетный счет размещен на сайте телеканала Донбасс и в наших группах в соцсетях.